Апостол Павел, который является апостолом для язычников, Равшаул, в котором мы говорим, что он Боже избранный для примагализации нееврейской составной тела Христова, он пишет послание к Коринфянам, 12 глава, 1 стих. «Не хочу оставить братья вас в неведении, то есть без информации, или же не осведомленным о дарах духовных». Другими словами, между прочим, у нас так принято, у евреев, еще чтобы вы понимали, что у нас еще есть дары. Хочу вас об этом еще сказать, что не только там что-то есть у вас спасение, но не хочу оставить вас в том моменте, что есть еще дары, которые Богом даются для тела Господня, не индивидуально для личного наслаждения или удовлетворения, сам себе говорю, сам себе пишу, сам себе высвобождаю, сам себе пасу, сам себе выхожу. Но он говорит о том, что есть дары. Знайте, что когда вы были еще язычниками. Он говорит, если вы помните, что вы были язычниками, помните, что вы ходили бездушным, безгласным идолом, так как бы вели вас. Имеется в виду, если вы помните, что вы ходили к язычникам, что как будто внутри оно вас тянуло, что они вас вели к каким-то там откровениям и еще остальным, но они были безгласны. Он говорит о том, что Бог не просто дает дары, Он и Бог, который говорит. Потому что Бог есть не Бог мертвых, но живых. Потом сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не принесет анафемы на Ишуа. Никто не может назвать Ишуа Господа, как только Духом Святым. Вот, конечно, это спорный вопрос, как это вообще появляется, каким-то образом это выявляется. Но дальше он говорит, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. Другими словами, он разделил между даром, который дается свыше, и между служением, которое тоже дается Богом. Потому что мы у нас, мы говорили о том внутреннем потенциале. Что такое потенциал? Это то, что мы хотим сказать, но еще не сказано. То, что у нас, ну, как бы мы можем делать, но еще не сделали. Да, вот, и мы хотим это сделать. И он говорит, что здесь именно разделяет на то, что есть духовные дары, и также есть и служения, которые должны действовать. Но скажу, каждому дается проявление Духа на пользу. Ко всему еще вот действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть, он говорит, и действия, результат этих двух служений, то есть даров и служений, да, они будут, может быть, даже удивительны, они будут различны в дары. Однодемен тем же работаешь, но производит совсем другой плод, да, вот. Вы замечали это с людьми, когда вы с ними общаетесь, вы хотите их привести к Господу, и результат, что они пришли к Господу, да, вот, одинаково, как бы, что не пришли, но различны, как они пришли, по-разному. Но ты употребляешь почти ту же самую формулу, что еще есть Господь, Он умер на Голосом Кресте, за наши грехи. Мы начинаем, как бы, чуть ли не от творения мира, и заканчиваем Голосом Крестом. У нас, как бы, мы привыкли к этому, но результат, именно какой будет потом, он различается. Поэтому он говорит, и действия различны, действия различны. Даже когда мы, одна и та же песня, когда на пославлении играется, да, из Духа Божьего наполняется, но производит действия в людях совсем другие. Поэтому, чтобы вы понимали, что Бог, Он разнообразен, да, что Он, но каждому дается правильное Духа на пользу. Он хочет сказать, на пользу, имеется в виду, с каждым действием, которое происходит от Божьего Духа, либо служения, и должна быть польза. Если нету пользы, зачем такое служение? Дается на пользу. И там есть, конечно, на увещевание, на исправление, на все остальное. Это функция, которая, даров, которые Бог дает для тела Господня. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различные, развлечения духов. Духов, духов, ну, духов, или духов, духов, либо, как в Афганистане, духов. Иному различные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, заметьте, особо. Другими словами, оно не будет штампом. Знаете, таким, раз, по голове, пум, пророк, написано. Другому тоже, пум, пророк. И одинаковые все штампы. Нет, потому что это пророческие Духи, они покоряются пророкам. И пророчествующий, или же человек, который имеет склонность к пророческому познанию, отличается. «Ибо как тело одно, но имеет много членов, и члены одно тело, хотя их и много составляет одно тело, так и Мессия. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободны. И все напояемы одним Духом». Этот очень важный момент, что для Духа Божьего нет разницы или преимущества, кто по национальности человек, или расы, или же сословия. Нету избранности такой какой-то, дайте, потому что Бог нелицеприятен. И говорится, что Бог нелицеприятен. В каждом, когда с Корнилием, помните, что в каждом народе, когда чтет Бога, Бог действовал. Вопрос с Корнилием. Кто Корнилию, что сказал о Боге? Неизвестно. Но он написан, что он был богобоязненный и делал добро. И эти дела, то есть мы говорим, служение. Он получил служение от Бога. Например, делать добрые дела иудеям. Некоторые приходили к Ешуа, говорили, сотник за сотни, когда он, пожалуйста, и сделай ему добро. Он нам в Синогову построил. Вот одна из причин. Построил в Синогову, сделай ему добро. Я понимаю, что он человеческая такая натура. Но здесь именно говорится о том, что нет разницы теперь. Даже как и для спасения. Нету разницы. Ибо в Царстве Божьем нет ни Иудея, ни Елена, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского. Нету. Это все поняли. Для чего? Чтобы можно было увидеть разнообразие Божьего для спасения. Нету разницы для спасения Божьего для людей. От Евангелия открыто. Ибо обещание, которое Бог дал для Израиля, Нового Завета, именно что придет Мессия, касался не только Израиля, но также касался и всех остальных народов. Если посмотрите на пророчества, что придут. И Захария пророчествует об этом также на Суккот. Один из праздников, величайших праздников для всех народов и племен является Суккот. Что в этот праздник будет приходить в Иерусалим, будет поклоняться. Порочество в этом Захария. Это значит, что люди будут осознавать о том, что будет Божье владычество в это время над всей вселенной. А каким-то образом должны люди прийти туда. Должны будут узнать о Боге Абрама и Цаха Якова. И думаю, что было порочески сказано об этом в пороках. Обещу, что он должен будет страдающим в израильской земле не только за евреев, но и за весь мир. Амин. И это понятно, потому что Павел говорит здесь именно о дарах и служениях. И нам, как верующим людям, необходимо найти свою нишу, так сказать, по бизнесу, найти свою нишу, вот это зерно, которое мы можем быть использованы. Свой потенциал, который у нас есть, мы можем использовать. Это очень важно. Если мы будем делать, как Бог нас ведет, мы будем производить много плода. Очень часто люди ищут в церкви или в служении свое место. Но все, помните, мы просто раз рассматривали эти таланты. Один имеет пять, другой два, один имеет один. И вот этот, кто имел один, ведь хозяин знал, какой он человек. И он дал ему по его потенциалу. Но тот, спрятав и сказал, затаив на него горечь и боль, сказал, я знал, какой ты, ты сеешь, где ты не рассыпал, жнешь там, где ты, или собираешься там, где ты не сел. Очень интересный момент такой, что это огорчение этого человека явно. Наверное, хозяин видел, что он был неблагонадежный, но все равно дал ему возможность употребить этот один талант. Освободиться от горечи, освободиться от зависти, освободиться от ненависти. Фактически он был рабом, и он должен был подчиняться, но по причине какой-то он был огорченный на своего хозяина. И он говорит, злой и неверный раб. То есть лукавый и ленивый. Лукавый и ленивый. То есть видно, где-то он стелился, как у нас люди любят на работе, да, особенно на хозяина таит какую-то злость, а всем рассказывают негативные вещи на него. А когда приходит хозяин, да, все хорошо, как-то все хорошо, все хорошо. Он говорит, лукавый, лукавый, потому что двухличный. Вот здесь момент такой, что для тела Господня, то есть мы говорим о всемирном теле Мессии, не только поместная община. Мы принадлежим к поместной общине. Это очень важно понимать, потому что об этом говорят для нас апостолы, поместная община. Фактически, конечно же, можно сказать о том, что в некоторых местах только начиналась община, но мы не забудем, что в день Пятидесятницы 3000 человек пришло ко спасению. Если помните, один раз я вам говорил на одном уроке о ранней общине, к концу второго года, после дня Пятидесятницы, количество людей, верующих в Иерусалиме, насчитывалось около 10 тысяч человек. Не надо, мы к этому как раз придем. Вопрос, который мы должны задать, какое служение я могу нести, или что я хочу делать в теле Господнем? А он, этот вопрос, задается изнутри, от потенциала, который мы имеем. Мы имеем этот потенциал, и мы его начинаем увеличивать. Например, у кого-то из вас, когда вы были детьми, у вас хотелось быть по профессии кому-то доктором, кому-то шофером, кому-то космонавтом, это как в анекдоте, Эфим Маркович говорит, какую фамилию вы уже в этот раз возьмете? Потому что уже пятый раз к вам приходит, то вы были Цукерман, то теперь вы там, ну, еще там, ну, да, там еще фамилии еврейские. Какую теперь вы хотите сказать? Какую-нибудь русскую? И какую-нибудь космонавт можно? Космонавт, да? Чтобы была девушка по-русски. Вот именно наша позиция в теле Господнем, наша позиция, и она внутри. Когда вот мы были детьми, вы хотели быть одним, вторым, третьим. Вы не поделились. Но почему мы хотели это делать? Потому что мы надеялись, что то, что внутри нас, сможет привести нас вот к этой мечте, которую мы видим перед собой. Когда мы уже заканчиваем школу, мы не поделились, потому что не хотим школу покидать, и в нас какой-то тормоз. Потому что понимаем, что у нас зарабатывать, и чтобы зарабатывать, нужно учиться. Куда податься? Куда пойти? И знаете, пусть меня научат. А вот пусть меня научат, надо подчиняться. В школе надо подчиняться, правда? В училище подчиняться. Ты еще закончишь. Уже всю практику, именно знаешь теорию, а потом выходишь на практику, и там тебя еще мастер учит. Ну, это не так по большому счету сказать, да? Но фактически мы выбираем уже профессию из той нужды, которую мы видим. Вот определитесь, от чего вот ваша профессия, вот ваш заработок, что вы делаете. Многие, конечно, работают, потому что надо работать. Но если не развиваться, то можно так долго страдать. Если ты взялся за строительную работу, потому что, ну, хотя ты, может, в Советском Союзе закончил инженерно-технически танковые войска, да, понятно, что танков уже нету, все разоружили, что делать? Ломать не строить, будем пытаться. То есть танками все разрушили. И что оттуда вот начинаешь? Какие-то есть задатки. Все равно идешь от потенциала. И начинаешь зарисовки делать. Это еще. Но если не разрабатывать технологии, если не учиться, если не продвигаться вперед, мы будем иметь проблему. Нас никто не будет брать на работу, мы не будем успешны. Поэтому всегда есть учеба. Так же самое и по профессии с доктором. Будучи закончившим уже институт, он идет на работу, и там идет практика. Технологии идут вперед, и нам нужно учиться. Так же самое с нашим потенциалом, который внутри нас. Это вечное обучение, вечное изменение, вечное прогрессивное движение вперед в наши потенциалы. Будем говорить, что у каждого человека есть этот потенциал. Правда? Мы видим, что у нас есть дары, которые Бог дает нам даром. Попрошение. Просите, и будет вам. Сучите, и отворится. И там говорит, что я даю вам как бы уверенность в том, что вы получите. Что как верующие люди вы будете возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Они будут узнать бесов, говорить на иных языках, и что смертоносное они не употребят, то они умрут. Но это не означает, что теперь пойти нужно на великолеподочный завод, выпить бочку водки, и сказать, теперь ничего не будет. Понимаете, да? Это как бы как, ты уже не водка, а просто вода. Вот это, только от этого объема может лопнуть пузырь. мочевой. Но, смотрите, нам не нужно быть глупыми, потому что нам необходимо действовать в том даре, который мы имеем. Они различны, дары. Вспоможение. Мы там будем перечислять эти дары. Тело Мессии – это определенная община, а также и вселенская община. Вселенская община на латыни называлась католик. Да, католическая церковь, это слово, она не прошла, потому что католики, на латыни означает вселенская церковь. Конечно, они стремились к господству и чтобы община была влиятельной, чтобы на них было одно учение и все остальное. Хотя, Писание в этом говорит, чтобы кто иного учения, чем учение апостола и пророка, не придерживаться, этого не принимать. Мы читаем об этом, что у них все равно должно было быть одно учение, одно направление, и они в этом двигались. И от другого учения не может быть. Очень часто люди путают благодать с законом. И это очень серьезная часть. Я приду к тому, что я хочу сегодня еще говорить. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его, полное, наполняющее все во всем. Полнота, наполняющая все во всем. И это послали к эфесянам. над телом Господним есть глава. И эта глава, она как бы руководит всем. И для того, чтобы руководить, он говорит, я пошлю вам в Дух Святой, который наставит вас на всякую истину и научит вас тому, из чего я вам учил, напомнит вам все. И для Церкви Господней, для общины важно понятие такое крещение Духом Святым. Это откровение свыше и помазание Духом Святым. Итак, в одном Кориффе 12.27 вот одно тело и каждый из нас отдельная и необходимая соединяющая часть тела. Мы друг с другом связаны, помогаем друг другу. Один из переводов, который современный, говорит так, теперь вы, сообщая, есть тело Господне. То есть, теперь вы, соединивших вместе, потому что мы нуждаемся друг в друге, мы являемся телом Господнем. Я понимаю, что со старостью наше тело не нуждается там в трешке ногтей, и там прихорашивание себя и так далее, и так далее, и так далее. Может быть. Ну, все обещая, ну, качаться уже ниху, не можешь в спортзале уже сил не те, ноги трясутся, как бы, как бы, так да, да. Ты уже начинаешь иметь какие-то подпорки, но не об этом говорю, что тело молодое или старое, я говорю о том, что функция всего тела, оно между собой связано, если один член тела болит, то болит и все тело. И что имеется в виду? Даже если у нас болит печенка, да, все тело переживает это. Понятно, да? И как мы становимся частью этого тела? Как, на ваш взгляд, мы становимся частью тела поместной общины? Делами. да, но, 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 да, да, конечно, вы правы, вы правы, то есть, вы говорите практические вещи, вы говорите практические вещи, а, как мы становимся вот духовно, написано в харифе нам, что мы крестились, то есть, мы погрузились, имеется в виду, что мы где-то были в стороне, мы погрузились, мы прыгнули в один и тот же как бы котел и там варимся и каждый со своим. Ну, понимаете, все, мне часто говорят, все, как в этом котле, все это бурлит, бурлит, непонятно, что. Я говорю, слава богу, что у вас такие, эти самые, такие вот ассоциации, да, вам кажется, это все плохо, а для меня это хорошо, потому что есть стены, за которые не нужно влазить. Есть книга, которая очень опасна, считаю, что это церковь, Христос вне церкви или церковь без стен, да, вот, это есть, это как бы свободная церковь, вот, и она же движет, как бы, это распространяется уже чуть долго, какие эти, ну, сказать, такие ответвления, пара церковные группы, да, такое понятие. вроде бы верующие, они не читают себя частью из церковных, обиженные на систему, на управление, и находят себе исторические, ну, как бы, проблемы, как бы, почему так случилось. и самое заранее, это где-то около сотого года, их, как бы сказать, начинают, они копают, от сотого года, когда церковь была в гонении, и один из служителей церкви захотел, чтобы церковь была больше единой, и стал, начал управлять, как бы, ставить одно учение. Ай, один из наших друзей говорил, мапитом, какая дело, зачем это надо? Но на самом деле мы погружаемся, отождествляя себя с теми людьми, с которыми нас связывает одна вера, одно понимание и основание, а основание у нас мессия, правда? В этих, сейчас, очень много таких блуждающихся христиан, не имеется в виду переходящих из общины в общину, я не имею это в виду, а те, которые какие, странноватого состояния, как сегодня ко мне пришел один, ну, как бы, познакомился, и мой сын говорит, что за дедушка к тебе приходила? Это мой дедушке, говорю, он младше меня, он перепугался, ну, тот ходячий пророк, всех останавливает, и всем говорит, что последнее время, посмотрите, что происходит в мире, и особенно любит, когда обличать христиан в этих вещах. Галатам 3,27, все вы в мессию крестились, а дальше написано, в мессию облеклись, не просто мы погрузились в него, это одно состояние, а мы еще им и, что, облеклись, мы еще, ну, оделись в него, рождаясь выше, то есть, мы говорим, рождаясь выше, вы становитесь частью вселенской общины, без сомнения, потому что у него одна всего лишь, как бы говорит, церковь, один народ, составляющий из евреев и неевреев, ну, поймите, это, евреи и неевреи вместе, очень часто вот эти парацерковные группки, они ведут такой образ и говорят, я вам пару заявлений, вот я взял эту книжку специально почитать сегодня, чтобы здесь они говорят такой парадокс, типа они говорят, ссылаются на Новый Завет и делают такое высказывание, я зачитаю эту фразу, я считаю, что перед народом Божьим первого века стояла та же задача, что перед нами сегодня, конечно, те препятствия, с которыми сталкивалась они, были гораздо серьезнее, чем наши, они были призваны отделить Иисуса от иудаизма, чтобы сделать его доступным для всех наций, интересная фраза или нет? Опять евреи виноваты. Конечно, они начинают ссылаться, они начинают ссылаться на Павла, который говорил, чтобы не обрезались, там, как бы, послание Галатам, чтобы это, как бы, ссоры происходили, когда он обличал Петра, который пришел, скушался с необрезанными, а потом, когда пришли от Якова, он сразу начал щуриться, что Павел стоял так сильно специально отделить вот этот момент от иудаизма и христианства, что он понимал, что если они будут принимать сам закон, то они не поймут в сущности благодати и все остальное. Но если я буду копать серьезно, то получается, что закона нету вообще по этим меркам, там написано, благодаря этим аргументам Евангелия Христа было объявлено свободным от иудейских традиций. да, а как же тогда мы Пасху праздновали, если это от иудейской, а мы отрезались, значит, Пасха наша, Христос, все остальное дерьмо. ой, я вас умоляю, тогда зачем хлеб ломать? Зачем нам делать седр, который проходил, зачем его потреблять? Ой, можно говорить очень много, я вот сижу и черкаю этот момент, потому что сущность, они в чем-то правы, о том, что здесь, я не говорю, что там все то, что они в этой книге пишут, они там не правы, правы в том, что в действительности в какой-то момент история церкви, церковь взяла позицию правящую, чтобы управлять там, епископы, архиепископы, потом, мы как бы помните из нашего урока о ранней общине, что Константин назвал себя Pontix Maximus, да, превосходный, он был единственный, то есть, это первый папа, по-моему, Pontix, он пекарь, типа, первого папа, но и начал управлять по системе правления Римской империи, я с этим согласен, вот то, что они здесь говорят, но я не могу согласиться с тем, что они там доводы делают пробуждение, там, реформаторские, они начинают Иоанн Баптисты, Литеране, потом, Пирутанцы, если вы знаете эти термины, или нет, я не знаю, но они начинают их исследовать, что начало у них типа хорошее, но все у них заканчивается проблема, потому что они устраивали систему подотчетности, правления, структурализации, и как будто похоже, что вот только это вот движение, которое пара церковных маленьких групп является истиной, если мы говорим, что мы единственная истина, тогда это самая большая ложь, мы сегодня не можем сказать, что мы истина, и я посмотрю на все это и понимаю, что нам как общине нужно понимать этот мир, что происходит, и важно, чтобы мы учили друг друга, мы были поддержкой друг друга, члены общины нуждаются друг в друге, писание говорит, чтобы наставлять брата или сестру, чтобы обличать их, но вот эти пара церковной общины, которые там они говорят, эти группки маленькие, я даю вопрос, это следующий, каким образом они будут креститься, кто должен преподавать крещение, а вот так, любого, как-нибудь, не потому, что пастор должен погружать, не об этом, а где исповедание, а где еще части, то есть должно быть учение, и очень важно, что Коринфянам 12 глава говорит о том, что важность быть частью тела Господня, тела Господня, не только как всемирной, я понимаю, что много у нас конфессий всего остального, а здравоучения люди не будут уже держаться, и эта вот книга, они говорят, что у нас здравое учение, мы никого не наезжаем, но мы всем говорим, что церковь где-то неправильная вещь, ага, а хорошо, какая часть вашего участия, как вам найти это место в теле Господня, и если вы помните, когда мы говорили о первоапостольской общине, если вы помните, да, мы говорили о двух столпах, они делали основу общины, первый столб, это домашние группы, которые должны быть, практически должны быть домашние группы, и здесь они тоже касаются типа вот пара церковной группы, да, но они здесь удаляются от системы, как бы, которая бы правление и управление как бы этими группами, типа хаотично, самостоятельно, но при всем это может быть, кто-то их соберет и какие-то даст направляющие, но это, эти группы должны быть в теле Господнем и развиваться самостоятельно по причине, вот, знаете, вот желания людей, вот дело так, и я вам скажу честно, здесь когда они говорят, что Павел был за то, чтобы отделиться от иудаизма и никаких иудейских вещей чтобы не было, это ложь, это ложь, потому что для, даже для неевреев, которые каялись после проповеди, они собирались в синагогах, и он говорит галатам, глупые галаты, да, кто, кто остановил вас, вы начавшись с духом заканчиваете плотью, и здесь они ссылаются на то, что именно они, будучи вот, духовно вкушивши благодать, и вдруг к ним пришли иудеи, и они начали заниматься типа иудейской практикой, ну, смотрите, есть хорошие позиции, есть плохие позиции, в действительности вот вопрос обрезания, да, для неевреев, он, он, он безрассудный, он, он, он не, он не имеет смысла, потому что обрезание ссылается на участь или же наследие Авраамова, которое было дано Богу, вот, эта земля твоя и твоих детей, вы понимаете, да, и иудаизм, и Моисеев, уже как бы закон, он уже делал как бы обращение в иудаистов по себе, но наследие или же иметь участи в земле на дело, да, в Израиле, этот изгой или гой, который обращенный, он не мог уже иметь, он не мог иметь на дело, удела, поэтому здесь как бы противоречие о том, что они говорят, что Павел типа вот, как бы, ну, не делал обрезания, а насчет Тимофея, здесь вот эта книга говорит, ну, ради иудеев, и что, я вижу, они прослеживают дальше, основывается на галатах, они говорят, Петр и Павел договорились, что они между сапожами руки, что Павел идет к необрезанным, а Петр работает только с обрезанными, ну, я понимаю, это галатам, мне посылается, что с того момента они как бы разделились и начали действовать, и работа с необрезанным была больше успешна, ну, как бы, послушайте, я, очень много интересного в этой книге, но я вижу, как убирается позиция Божьего принципа, что больше, или меньше, благословляется больше, что у отца есть право благословения, у отца есть право обучения, у отца есть право высвобождения, и отец он является очень влиятельным, а если они не не почитают, они бунтуют, ушли, и говорят, папа, ты мне никакой, и все остальное, конечно, какое может быть благословение, вопрос, остался ли отец отцом, да, но если сын подчинится, он у нас следует больше, больше благословения, я говорю об этом, потому что эти вещи серьезные, потому что в теле Господнем даже самые маленькие части тела, они нужны, нужны, вот подумайте о своем теле, что вам не нужно? А? Аппедицит. Между прочим, меня еще не вырезали, слава Богу, тебя тоже не вырезали, так что не все коллеги, правда? Ищуа говорил о том, что молил отца, чтобы они были едины, это Иоанна, 13 глава, 35 стих. Это Иоанна, 13, нет, так, 13, 15, потому, узнаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою, любовь, а любовь, а любовь, является тоже, чем дар, или нет. Написано, что любовь сошла в сердца наши, чем Духом Святым. И потом, если это дар Божий, и он проявляется долготерпением, воздержанием, воздержанием, переносит себе зло, дар, вы понимаете, что, и очень часто мы смотрим вот на эти самые огромные дары, сердца, пророчества, печень, там, пастор, или там еще истолкование языков, там это селезен какая-то, там еще, вот это какие-то огромнейшие такие дары, да, вот это все, особенно это. А вот как насчет вот это общаться с любви, это даже дар, и мы написано, что любовь не превозносится, не завидует, не ищет своего, все переносит, да, всему верит, нужно дар иметь, чтобы верить. О, а почему мы не сможем, не можем этот дар употреблять вообще не? Мне часто говорят, пастор, вы этим идиотам верите? Ну, они вас разводят, ну, просто разводят, это, ну, видно невооруженным глазом, они же, ну, вот, они же такие, вот, они вас кинут, они вас бросат, они, и знаете, что я говорю? Я вижу это, ну, понимаете, я вижу это, я вижу небольшую ненадежность, я вижу, но внутри меня, здесь, знаете, чувство, а может быть, это изменится? Ко мне это попадал? Конечно, попадал. Сожалею ли я об этом? Внутри себя, знаете, вот, не было так бы больно, но в другом смысле, хотел бы я еще раз пройти это? Наверное, пройду. Почему? Потому что Господь дает шансы, Господь дает эти дары, чтобы можно было нести, и в общении Господней, ведь все основываются, вот, знаете, вот, коринфянам, 12 главы, вот эти дары, ух, какие дары, а как насчет других даров, которые, вот, милосердия, даятели, этот дам, ты еще понесешь, вот, дам тебе сейчас, и не унесешь еще, как нагрузят тебя в трехэтажной семье, вы понес, вот, иди, 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 и так до Швейцарии. Это, это умеют наши люди делать, но не понимают, что, практически, у нас есть дарование в теле Господнем. Конечно, сегодняшняя структура многих церквей и общин, которые мы приняли, например, из того, ну, багажа, который мы имеем, да, конечно, оно намного, ну, меняется, но суть остается сутью. Бог поставил одних апостолами, потом пророками, евангелистами, учителями, и пасторами. Одних поставил. И там следующие, говорится, не все становитесь кем, все ли пророчествуют? Нет. Ну, а вот здесь, вот в этой книжечке, да, в пара церковных этих группах, говорят, что все могут подстарами быть. Что, ну, дары, да, ну, пускай все, ну, не надо, как бы, как бы так. послушайте, я хочу, я не хочу разбивать их, ну, мышление, хочу, чтобы мы научились видеть, что в теле Господнем, которое у нас есть сегодня, как мы говорим, так, в мире, вот поместная община, в которой Бог нас призвал, где мы и видим цели, и достижения, мы можем меняться, нам просто нужно принимать дары, которые мы имеем, и использовать их в наших домашних группах. И когда я читаю остальные, то вот там написано, что вот здесь мы хотим вернуться к модели первоапостольской общине. Они пытались уйти от иудаизма, чтобы не были, как быть контролированными, чтобы быть свободными, и вот мы имеем такой успех. Но почему-то это произошло всего лишь совсем чуть-чуть. На следующий раз они собрали целый консилиум во главе Иакова, и говорили, а что теперь делать с язычниками? Если так, они каждый по себе, ничего, никому не принадлежит, не подчиняется, зачем нужно было такой вердикт, Деяние апостола 15 глава говорит, и употреблять? А? Нет, значит, что-то было, было какое-то направление. Я уверен в том, что нам, как верующим людям, нужно понимать, что все содействует ко благу, чтобы мы могли работать. И домашние группы должны быть на самом деле свободны, чтобы, я за то, чтобы каждый член общины мог практиковать дары, которые Бог сегодня предлагает им. слово знания, мудрость, толкование языка, развлечение духов. Надо? Вы какой-то идиот, что делать? Ноль два звонить? Или ноль один? Наверное, то и другое можно, чтобы сразу пришли. Потому что со спичками пришел, либо пьяный, да? Тут нужно понимать, что нужно делать. Или полных пять служений, пятигранное служение. Кто знает, что такое пятигранное служение? В одних руках. А? Какое? Это? У нас что? А, большое. Апостол, сам это. А ты апостол. Потом что у нас? Пророк. Потом евангелист. Я вам тебе сейчас скажу. Я сейчас тебе расскажу, где раки живут, зимуют. Потом пастырь и учитель. Научу тебе жизни. Вот тебе пять. Хрунк. И все. Вы послушайте, момент очень-очень-очень важный, чтобы мы, как община, понимали, что домашние группы, мы должны развиваться там. И в наших дарах возлагать руки на больных, практиковать это. Если пришел человек, который на домашнюю группу, есть слово откровения, говорить и использовать это. Это для того, чтобы Царство Божье расширялось. Но при всем этом, при всем этом, ведь необходимо иметь, Бог говорит, подотчетность. Павел и все остальные, они приходили в Иерусалим рассказать, как что происходит. Я понимаю, что у них, у них было этот самый, не было телефона, не было скайпа, не было телеграфа, нужно было ходить, нести целую петицию. Что происходит? А ведь можно было затаяниться, правда? Сказать, кому нужен тот апостольский совет в Иерусалиме? Я себе где-то на Крите зарылся, как крот, и теперь имеем в виду одну хорошенькую церковь, и все, кому нужен там телеграф этот? Они не так не думали. Они понимали, что они хотели поделиться той радостью, которая у них была, что люди спасаются, что люди имеют Господа, и принесли, сказать, вот что у нас происходит, и Павел уже пишет письма другим, говорит, вот что бы я сделал, вот что бы произошло. Мое отсутствие, вы так говорите, а если я приду, я не хочу приходить, как вы говорите, слабым, я приду в силе. И он управляет, он действует, он работает. Это принцип общины. Я верю, что для нас, как мы должны понимать, что Бог одних поставил, одних поставил, мы должны видеть, кто мы в теле Господнем. Аминь. Пять минут перерыва.